Здравствуйте! Сегодня мы в программе Аудит постараемся оценить перспективы развития фотобиологии в нашем университете и биоэнергетики фотосинтетических процессов и поможет нам разобраться в этой сложной теме, но и одновременно перспективной аспирант кафедре биотехнологии, биоинженерии и биохимии факультета биотехнологии и биологии, Евгений Владимирович Тютяев. Евгений Владимирович, расскажите, пожалуйста, как называется тема вашей диссертации и в чем ее актуальность? Тема моей диссертации называется «Исследование молекулярных механизмов функционирования хлорофила и каротина». Я занимаюсь, во-первых, изучением взаимодействия пигментов хлорофилов и каротиноидов, основных пигментов между собой. То есть здесь мы можем наблюдать, в чем заключается актуальность. Актуальность заключается в следующем. Фотосинтез – это, соответственно, преобразование энергии солнца в энергии химических связей. То есть, соответственно, эти энергии химических связей тратятся на синтез более сложных органических соединений, сахаров, аминокислот, еще других ряд соединений. И, соответственно, из них, элементарные кирпичики, из них мы получаем эту энергию. Цель моего исследования заключается в изучении механизмов перераспределения энергии, механизмов взаимодействия между пигментами при разных температурных условиях и у разных генетических видов. То есть, другими словами, в зависимости от того, как мы поменяем состав генов в том или ином фотосинтезическом организме, изменится состояние транспорта энергии, взаимодействие между пигментами. Получается один и тот же сорт организмов, но видоизменение его геномии, и это генетические организмы называются. Да. То есть, вид, у которого существуют, грубо говоря, искусственно созданные подвиды, они называются мутантами. То есть, мы берем, например, организм, какую-то клеточку бактерий, цианобактерии, вытаскиваем из нее какой-то ген, который ответственный за синтез какого-то определенного белка. Это уже называется мутант. То есть, и в частности, я вот беру, грубо говоря, сам я геноинженерией не занимаюсь, мне только предоставляют эти объекты. Я занимаюсь как вот этими процессами, то есть, анализирую то, что получили, грубо говоря, продукты геноинженерией, тех же самых синтетических организмов. А вы где, на каком оборудовании их анализируете, эти организмы? Во-первых, я получил большой опыт, когда стажировался в Институте фундаментальных проблем биологии Российской академии наук в городе Пущино. Там у меня были достойные, весьма опытные, наученные мастера своего дела. Они показали, объяснили принципы работы фотосинтетического аппарата, куда и как там девается энергия, и зачем она вообще существует в фотосинтетическом организме. Они меня научили работать руками, и многим, конечно, я им обязан. Это было еще, когда я был в студенчестве на четвертом курсе. И вы уже тогда хотели заниматься наукой? Да, хотел заниматься наукой еще в студенческие годы. Я знал, что я пойду в аспирантуру, и что буду развивать свое направление, которое начинал еще с третьего курса. Я стажировался также еще в Московском университете, где там в лаборатории биофотоники, где тоже там работают квалифицированные специалисты. Там я развиваю, далее развиваю свои знания, свои навыки. Там работает мой глубоко уважаемый научный руководитель. Там всегда рады, видеть, помогают. И, соответственно, переняв опыт от Академии наук России, от московских коллег, я пытаюсь создать свое такое направление в нашем университете. И от этого направления получил, с одной стороны, поддержку. Грант «Умник» 2014 в прошлом году мне был предоставлен, я выиграл грант, разработка метода индукции флуоресценции хлорофила для оценки состояния фотосинтетических организмов, физиологического состояния фотосинтетических организмов. Сейчас мной активно ведутся исследования на всех фотосинтетических организмах, от цианобактерий до высших растительных организмов. Я, как исполнитель, вместе с кафедрой генетики, вели исследование по влиянию ламп отсвечивания, как они влияют на урожайность огурцов. Вместе был контракт, договор с тепличным. Там мы работали, и наша мартовская компания, финансируемая с Москвой, мы вместе заключили договор, работали, получили достаточно интересные результаты. Оборудование у нас достаточно на факультете, очень высококачественное и высокоточное, и на нем очень приятно, и хорошо делать свою диссертационную работу. Во-первых, это лаборатория, в которой мы сейчас находимся, где прибор за нами стоит. Здесь я, как младший научный сотрудник, работаю на основной работе, и для себя тоже подрабатываю по своей диссертационной работе, изучаю каротиноиды, то есть изменение каротиноидов в фотосинтетических организмах по определенным параметрам. И смотрю, как они изменяются, и как это влияет на физиологию. Активно занимается, вот мы со студентами, влияние биопрепаратов. То есть, это такие бактерии, обрабатывают семена предварительно этими бактериями, и они дальше способствуют росту, выделяя фитогормоны и способствуют интенсивному росту. И мы смотрим, как изменяются те же самые каротиноиды при этом. Может, они отличаются от контроля, Может, они не мутанты, но, тем не менее, они отличаются простым показателем тем же самым. Далее, на кафедре ботаники, физиологии, экологии растений имеется прибор, флориметр, собственно, которому посвящена тема моего гранта, разработки моего гранта. Вот с помощью него мы отслеживаем как раз молекулярные процессы трансформации энергии, то есть, как энергия расходуется фотосинтетическим аппаратом, либо она идёт на фотохимические процессы, то есть, на синтез органики, либо она идёт на диссипацию в виде тепла, то есть, рассеивается в виде тепла, в том числе и каротиноидами, и спускается в виде флуоресценции. Евгений Владимирович, а как Вы считаете, почему растения научились сами получать энергию и сами создавать для себя питательные вещества, а человечество до сих пор питается энергией, питательными веществами других живых существ? Даже Вернадский ещё в начале 20 века писал статью, чтобы человечество стало само создавать для себя и питание, и энергию. С одной стороны, Владимир, Вы говорите правильно, да? Нет бы нам использовать энергию солнца и питаться ею, и незачем губить те же самые растения и других животных. На самом деле, всё-таки не так просто. Дело в том, что здесь есть очень тонкая взаимосвязь между организмами, и по-любому одни из них должны постоянно уничтожаться и постоянно создаваться. Это так устроен, грубо говоря, организм в природе. Растения – это, так сказать, первые, одни из первых организмов, синтетические организмы. Всё начиналось с… Много теорий существует, как начиналась жизнь, да? Кто-то говорит то, что существовали теории кацерватных капель, которые потом впоследствии соединялись, образовывали уже структуры, да? Другие говорят то, что жизнь вообще занесена из космоса, то есть она уже в готовом виде была принесена из космоса. Честно говоря, что касается высших таких организмов, типа человека или человекоподобных существ, млекопитающих и ещё других, я считаю, что именно эта гипотеза весьма актуальна. А то, что растения возникли из первичного бульона, который был, например, в воде тогда, да, микроорганизмы, они разрастались, разрастались, мутировали, постепенно адаптировались к космосу. Да, я не исключаю этого момента, то есть они вполне могли, и существуют весьма актуальные доказательства этому. Но дело в том, что есть организмы, которые истинно приспособлены для того, чтобы именно фотосинтезировать, а другие приспособлены для того, чтобы, грубо говоря, кушать то, что они фотосинтезируют. Это закон природы. Я, в принципе, считаю, что, как природа создала, она намного умнее нас. Она гораздо всё тонко и детально продумывала, и не надо ей мешать то, что изобретать что-то сверх такое естественное, которое будет, я считаю, бесполезно. Давайте погрузимся глубоко в эту флоропласты. Из чего они состоят? Возьмём на примере растительные клетки. Есть у нас растительная клетка. У неё есть такие органеллы, как называется, они флоропласты. Они размером порядка где-то 8-10 микрометров, но в зависимости от того, какого растения есть светолюбивые, тёмнолюбивые. Их количество в клетке и их размеры они могут варьировать. Флоропласт, он содержит двойную мембрану, то есть снаружи мембраны и внутри мембраны. И внутри мембраны образуют такие сквачитости, стопочки. Они называются телокоиды. То есть стопочки, отдельные диски, они собраны в стопочке, называются уже граны. И вот как раз в мембранах вот этих маленьких телокоидов и происходит такой большой глобальный процесс. То есть в мембранах существуют пигмент-белковые комплексы. В частности, они называются фотосистема-1, фотосистема-2, B6-F комплекс, АТФ синтаза. Чем они отличаются? Они отличаются, во-первых, составом и функциями. Начнём с той же самой фотосистемы-2. Она представляет собой пигмент-белковый комплекс. То есть что это такое? Белок, но это те же самые последовательные аминокислоты. То есть собранное в комочек, да, это белок. И, соответственно, к нему присоединяются антенки в виде хлорофила. То есть эти антенки, они улавливают свет, то есть энергии солнечного света, и они передают его на этот самый белочек. Внутри этого белочка есть тоже определённый хлорофилл, который занимается разделением заряда. То есть когда энергия переходит от антенны в реакционный центр, вот этого пигмент-белкового комплекса, происходит такая вещь. Молекула становится возбуждённой, то есть она нестабильна. Либо ей нужно куда-то деть свою энергию. Она зарядилась, потеряла стабильность, она зарядилась. Ей нужно эту энергию куда-то передать. Она передаёт её дальше. Она теряет, вот эта молекула хлорофила, она теряет электрон с излишней энергией и передаёт её на первичный акцептор, на фиофитин. Дальше происходит такая штука. У нас есть хлорофилл, он потерял один электрон, и, соответственно, электрон нанесёт отрицательный заряд. Соответственно, молекула хлорофилл появилась плюс. Плюс, потому что у неё больше положительных зарядов стало. И фиофитин минус. Это называется, собственно, процесс разделения зарядов. Он получил электрон, а этот отдал электрон. Свет попал на антенну. С антенны энергии перешла на вот этот хлорофилл реакционного центра. Потеряв один электрон, получаем состояние с двумя состояниями. Два состояния, плюс и минус. Соответственно, здесь, грубо говоря, это и является тем самым смыслом, той самой батареечки. Фиксация вот этого состояния, да? Ну, не только фиксация. То есть, транспорт вот этой энергии через разделение, то есть, хлорофилл плюс становится, а вот этот как раз фиофитин минус. Но в чём заключается фишка вся? Дело в том, что вот это состояние, они очень короткоживущие. Они находятся во временах, в пикосекундных, даже в фемтосекундных шкафах выисчисляются. Трудно вам это отследить, этот момент. Да. Или вы его замедляете. Дело в том, что у нас в университете это направление не сильно развито. А вот, например, в том же самом институте фундаментальных проблем биологии, в том же самом Пущине, Эти процессы достаточно подробно исследуются и в том же самом Москве, на лаборатории биофотоники, на кафедре биофизики. Эти процессы как раз я в том числе изучал уже и в пикосекундных временных шкафах. У меня есть соответствующие публикации. Я докладывал на ряде конференций генетико-биохимический аспект современной биологии клетки в 2019 году, в том числе и на молодых учёных в прошлом году, в этом году. Здесь уже я, когда мы на молодых учёных, я больше рассказывал о процессе, который происходит в секундных интервалах, минутных даже. А когда я выезжаю из стажировки, там более оборудование заточено всё-таки более-менее под фотосинтез, там уже можно размасштабировать вот эти шкалы. В принципе, я думаю, такие же условия здесь можно и у нас. Главное – это заинтересованность лиц, те, кто бы горел этим, кто бы желал этого. Соответственно, без финансовой поддержки никуда. Но финансовая поддержка нужно зарабатывать своим собственным умом, нужно заинтересовывать людей, то есть показать, что это действительно актуально. То есть проблема биоэнергетики – это достаточно большая проблема. И научиться использовать энергии солнечного цвета во благо человечества – это дорогого, стоит. И сейчас уже во всём мире ведутся эти разработки. Я уверен, больше, чем через полвека или больше, мы будем, грубо говоря, делать, например, брать растение, измельчать его в ступке, и там, добавляя какие-то реактивы, реагенты, будем уже получать свою собственную батарейку. То есть вы говорите о будущей технологии, как создание именно батареек. А вот такую централизованную систему энергообеспечения городов, предприятий – это тоже можно? Да, Владимир, вы правильно заметили. Эту энергию можно использовать и в том числе и для отопления, грубо говоря, домов. В Германии создан дом, который отапливается светом. То есть смысл заключается в чём? Есть фотосинтезирующие бактерии, даже водоросли, которые при фотосинтезе… Ну, фотосинтез тут им нужен для жизнедеятельности, а так сами по себе они выделяют газы, горючие, метан. Ну, соответственно, нужны большие количества вот этих, грубо говоря, вот этих водорослей, вот этих бактерий, цианобактерий, которые продуцируют этот вот самый метан, который дальше человек уже может использовать, например, отапливать дома и там центральное отопление, ещё что-то. А как Вы считаете, из разных видов альтернативной энергетики тот вид, который представляете Вы, в котором Вы работаете, ожидает ближайшая победа над традиционными источниками? Победа над другими источниками заключается в том смысле, в том, что здесь этот процесс вообще нисколько практически не токсичен. То есть, взять те же самые фототрофы, да, что они? Ну, они выделяют кислород, там, превращают энергию солнца в энергохимические связи, в сахара. Те, в свою очередь, специфический микроорганизм продуцируют какое-то там своё вещество, например, которое мы можем использовать, то же самое пермитан, да. С одной из точки зрения, посмотрите, это очень безопасно, да, но, соответственно, эти масштабы тоже нужно контролировать. Взять, например, ту же самую атомную энергетику, да, там достаточно нужно серьёзное оборудование, там, чтобы там не заразиться. Перспективы использования энергии от биологических объектов, я считаю, это одна из перспектив будущего. То есть, когда мы научимся достаточно в больших масштабах приручать энергию живых организмов, то есть, грубо говоря, приручить, да, использовать себе во благо, то это будет весьма серьёзным шагом в развитии человечества. Ну, важно понимать, что мы несём ответственность за свои исследования. Опасность какая может быть от ваших исследований? Понимаете, дело в том, что это энергия. Энергии можно использовать либо в мирных целях, а энергии можно использовать в тех же самых, в военных, грубо говоря, целях, да. Можно там на основе, ну, это, я не знаю, абстрактно. Биооружие? В том числе и биооружие. Мы должны нести ответственность за то, что мы изучаем, за то, что мы делаем. И, то есть, это, на мой взгляд, наука должна приносить только пользу человечеству, то есть, служить ему во благо. Если это получится у вас, тогда источники энергии, они не будут привязаны к территориям на планете, и, значит, из-за них не будет конфликтов, за то, чтобы друг у друга отобрать эти источники энергии. И, значит, почва для военных конфликтов, которые связаны с этим, а большинство связаны с этим, она исчезнет. Достаточно абстрактно, то есть, чтобы никогда не будет войны за энергетику. Они всегда будут, они не будут, если за энергетику, будут войны за умы, те, кто это придумал. Будут войны из-за других территорий. А вот если представить эту батарейку, которая через несколько лет, или, может быть, через 10 лет получилась, как она выглядит? Здесь важен не какой размер, а важный принцип. Размер можно создать любой абсолютно. Главное, чтобы этот механизм, который достаточно будет подробно изучен, это, он работал, работал эффективно и с большой мощностью, с большой энергией. Соответственно, и уже исходя из этого, из наших потребностей, уже будет, собственно говоря, реформа формироваться. То, что нам нужно, мы будем рассчитывать, искать пути решения, чтобы прийти к такой цели. Евгений Владимирович, а если у вас пройдет много лет, и у вас не получится? Я тоже задавался этим вопросом. Но я вот вспоминаю такого известного ученого. Он провел множество опытов по созданию, по-моему, лампы, что ли, вот лампы накаливания. И у него, он тысячи экспериментов, у него они были достаточно неудачными. И один из этих экспериментов оказался удачным. Так в ответ на это он сказал, я просто искал пути решения среди этого. И то, что что-то получилось, это закономерность, что когда ты чего-то хочешь, ты этого добьешься. Или сильно этого хочешь. А вы сами эту тему для себя выбрали? Или вам во время студенческих годов подсказал кто-то? Сначала она у меня начиналась, как и у всех, с теории далеко. Ну вот у меня первая тема была, мой научный руководитель был, Штан Анатольевич Борченко, он сейчас не работает здесь. Она была посвящена клеточным протеазам, то есть ферментом, ферменты, это ферменты, которые расщепляют белки. Вот, клеточные. И это был у меня теоретический обзор. Дальше, далее у меня появился новый этап с появлением нового научного руководителя, глубоко обожаемого профессора Максимова. Это изучение соответственно фотосинтетических процессов. И вот это все началось с четвертого курса. Как раз я попал на четвертом курсе, как я уже рассказывал, в Институт Фуэнтайна проблем биологии, где мое желание еще более усилилось. Я мечтал работать как вот эти люди, которые нас учили, чтобы двигать, творить науку также. весомые, также на высоком уровне, как и там. То есть, стать достойными преемниками здесь, в университете, создать такие же школы, как и там, чем они занимаются. Мне, например, это очень интересно. Илья Владимирович, а если какой-то гранатодатель или фирма посчитает нужным профинансировать особо активные исследования, допустим, под вашим руководством и профинансировать, создать лабораторию еще большим количеством помогут, вам нужны помощники? Не помощники, мне нужны единомышленники. Диномышленники в том плане, то есть, друзья, здесь мы обсуждаем общие интересы, я что-то понимаю из их методов, из их целей исследования, не что-то понимает из моего цели исследования, но общих у нас, так сказать, в науке именно общей цели, грубо говоря, нету. То есть, что имеется в общей уеду в науке? То есть, объекты у нас разные, в принципе, у моих коллег там животные, микроорганизмы, организмы, а у меня, например, фотосинтезирующие. Евгений Владимирович, а как Вы смотрите, как Вам кажется, у нас в стране поддерживаются исследования в цели очень неблизкие? Поддерживаются, но они должны в конечном счете давать какой-то результат, чтобы, дабы не быть потрачено пустое время и деньги. Эти исследования биоэнергетических процессов, они достаточно интересные, они достаточно многообещающие, и за ними, я думаю, будущее. Сегодня мы в программе Аудит смогли оценить перспективы развития в нашем университете фотобиологии и развития биоэнергетики фотосинтетических процессов. В этом нам помог аспирант кафедры биотехнологии, биоинженерии, биохимии, факультета биотехнологии и биологии Евгений Владимирович Тютяев. Спасибо вам большое, что вы поучаствовали в нашей программе. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин